Другим темам. Этническая деревня в Зайльцовском парке Новосибирска расширяет границы. Фестиваль мастера земли русской объединил ремесленников, воинов и творческие коллективы, которые не забывают исконно русские традиции. Алия Арзаева расскажет подробнее. Ремесленные ряды растянулись вдоль прогулочной зоны Зайльцовского парка. Традиционные русские наряды, украшения и кованые ножи. Можно не только полюбоваться на изделия умельцев, но и увидеть весь процесс изготовления. Здесь из стекла делают бусины. Температура в горнилище около тысячи градусов. Отлаженными движениями девушки превращают кусок стекла в произведение искусства. Берется прозрачное стекло, через которое как раз все это видно, и заливается сверху прозрачное стекло. Здесь именно с голубым отливом идет это стекло. И получается, что сам рисунок оказался внутри. А это настоящая кузница. Здесь обычный железный пруд превращают в гвозди, ножи и даже мангалы. Попробовать себя в профессии может любой желающий. Молодежь интересная. Уже сколько у нас? Двое или трое человек в отрасли 5-6 лет ушли со своими гвоздями. Ну, вполне довольны. Основная задача не просто показать людям, как это было, а вызвать интерес к истории. Максимально дать человеку за тот короткий период времени, который у нас есть на общение, 2-3 минуты с ним. И чтобы он что-то унес с собой, осталось дома. Он взял откованный гвоздь и вспомнил, что ему еще рассказали попутно об этом, как пошла история ковки, что характерно для нас, для Руси и так далее. А это настоящие рыцарские латы. Такие надевали средневековые воины. Сейчас их носят реконструкторы. Шлем европейского рыцаря. Называется бацинет. На нем сейчас модифицировано спортивное забрало в виде решетки. Так называемые волчьи ребра. Особенность этой конструкции пользуется большой популярностью в современных исторических боях. В связи с тем, что позволяет бойцу очень хорошо видеть противника. Особенно, если мы говорим о массовых боях. Для любителей современного мечевого боя отдельная площадка. Доспехи и мечи мягкие. Так что принять участие в сражении могут даже дети. Давай, давай, давай. Ремесленная выставка получит в Зайльцовском парке постоянную прописку. Здесь развернется целый этнографический комплекс. Своё место в нём займёт и уже знакомая новосибирцам юрта. Правда, организаторы решили перенести её на несколько сот метров. Это всё у нас будет в едином комплексе. Юрта у нас просто занимёт малые народы Сибири. Это не юрта, а малые народы Сибири будут представлены у нас в этнографическом комплексе. Почему малые народы Сибири? Потому что у нас Россия многонациональная. То есть мы будем оставлять маленькие площадки, где непосредственно национальности могут приезжать со своим бытом, разворачиваться на выходные и показывать свой быт и культуру. А именно малые народы – уверенные организаторы «Лицо Сибири». В наших краях не было ни рыцарей, ни девушек в расписных сарафанах. Зато были кочевники и скотоводы со своей уникальной культурой. И сейчас на территории Сибири много уникальных мест, где люди живут в юртах, пасут скот, люди проживают в чумах. И, конечно, это очень интересная самобытная культура, которая сохранились до наших дней. И, я думаю, нужно показывать это людям, чтобы кругозор был гораздо шире. Потому что невозможно любить свой родной край, если ты о нем ничего не знаешь. Этот фестиваль признаются организаторы «Проба пера». Каким будет этнографический комплекс – покажет время. Алия Арзаева, Константин Менин. Новости ОТС.